Здравствуйте! Мы сегодня с вами на портале экзегет.ру. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Давайте попробуем ответить на вопрос, зачем нам, христианам, читать Ветхий Завет. Такой древний, написанный, ну, можно сказать, не для нас, не о нас. Зачем его читать? И на самом деле на этот вопрос существует множество ответов. Я приведу только два. Конечно, они не исчерпывают все. Итак, ответ первый – это Господь наш Иисус Христос. Апостол Павел в одном из своих посланий говорит, что подражайте мне, как я подражаю Христу. Что это значит? Это значит, что мы должны смотреть на Христа и поступать точно так же, как поступал Христос, насколько мы это можем. И вот как Христос относился к Священному Писанию Ветхого Завета. Что для него это было? И поняв, что такое Писание для Христа, мы можем понять, что такое Писание Ветхого Завета для нас. Итак, Христос неоднократно цитирует Священное Писание, и для него Писание – это наивысший авторитет. Давайте посмотрим. Самая первая история, где Христос цитирует Ветхий Завет – это история искушения. Сатана приступает ко Христу и говорит раз за разом, что должен делать Христос. Христос отвечает ему. Он отвечает ему не своими словами. Он цитирует Ветхий Завет, и Сатана ничего не может ответить. Почему? Потому что и для Сатаны, и для Христа Ветхий Завет – это Слово Божие, и против него сказать нечего, потому что это сказал сам Господь. Далее Христос говорит о том, что его миссия – это исполнение пророчеств Ветхого Завета. Далее он говорит о том, что он пришел для того, чтобы исполнить закон. А закон где он? Он в Ветхом Завете. И Христос считает, что это настолько важно, что он пришел для его исполнения. Ветхий Завет важен. Далее, на что стоит обратить внимание, когда мы говорим про Ветхий Завет и Христос, его отношение к Ветхому Завету. Обратите внимание, что Христос для обоснования того или иного учения ссылается на Ветхий Завет. Вот Христос говорит о разводе. Почему развод невозможен? Можно привести какие-то аргументы бы, мог бы Христос это сделать. Кстати, он мог бы это сделать, потому что он воплощенный Бог. Но что говорит Господь? Он говорит, давайте посмотрим на историю, которая изложена в Ветхом Завете. Историю сотворения человека. Первой пары. Бог создает одного мужчину и одну женщину. Если это один мужчина, одна женщина, то какой может быть развод? Это невозможно. Кстати, этот же аргумент, можно сказать, относится к невозможности полигамного брака. Если бы Бог задумал полигамный брак, то Он бы создал бы одного мужчину и множество женщин. Но этого нет. Один мужчина и одна женщина. Христос для доказательства приводит слова Священного Писания. Далее. Он спорит с аддукеями. И для доказательства того, что существует бессмертие души. Какие Он приводит аргументы? Он приводит аргументы из Священного Писания. Он ссылается на книгу «Исход», где Бог, обращаясь к Моисею, говорит такую фразу «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Там очень интересная формула. Там используется глагол в настоящем времени. То есть, Бог как бы говорит «Я сейчас Бог Авраама, Исаака и Иакова». Христос не доказывает своими словами. Он доказывает на основании Священного Писания. Еще раз. Для Христа Ветхий Завет – наивысший авторитет. Если мы посмотрим, что говорили апостолы о Ветхом Завете. И вспомним слова апостола Павла во втором послании к Тимофею. Он говорит следующее, что все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для исправления и так далее. То есть, через изучение Священного Писания мы можем узнать о Христе. Но о каком Писании говорит апостол Павел? Он говорит о всей Библии? Нет. Тогда еще всей Библии не было написано. Он говорит о Ветхом Завете. То есть, Ветхий Завет может нам рассказать о Христе. Это был первый аргумент или первый ответ на вопрос. Второй ответ – это тоже Господь наш Иисус Христос. Однажды Христос, разговаривая с иудеями, сказал им такую фразу. Вы изучаете Священное Писание, исследуете Священное Писание, пытаясь через него получить жизнь вечную. Но оно свидетельствует обо мне. Оно свидетельствует о Христе. То есть, если мы изучаем Священное Писание Ветхого Завета, то мы узнаем о Христе. Вообще, для христианина самое главное – это Господь наш Иисус Христос. И если мы настоящие христиане, мы хотим узнать о Христе. Мы хотим знать о Нем все больше и больше. Кто Он? Что Он делал? Каким Он был? Или даже точнее, какой Он есть? И вот мы должны узнавать о Христе. Где мы узнаем о Христе? Конечно же, в Новом Завете, где Он воплощенный Бог. Но Священное Писание не заканчивается Новым Заветом. Ветхий Завет. А что Ветхий Завет? Ветхий Завет пророчествует и прообразует Христа. То есть, читая Ветхий Завет, мы больше узнаем о Христе. Какой Он? И если, подражая Христу, мы можем сказать, это наша вера, то изучая Ветхий Завет – это наше знание. Мы узнаем о Христе. Чтобы понять, что сделал Христос, нужно знать Ветхий Завет. Вот апостол Павел в послании к римлянам, в послании к коринфянам, говорит о том, что Христос – это второй Адам. И он объясняет, почему Христос – это второй Адам. Вопрос – кто такой Адам? Почему Христос стал вторым Адамом? Об этом мы можем узнать, только читая Ветхий Завет. Давайте просто вернемся к этому моменту о том, что Христос – это второй Адам. Первый Адам был создан из праха земного, то есть из пыли, то есть от земли. Второй Адам пришел с небес. Первый Адам был непослушлив Богу. Второй Адам исполнял волю Божию. Первый Адам пал, второй не пал. Первый Адам стал родоначальником всего человечества, падшего человечества. А второй Адам стал родоначальником нового человечества. Но чтобы это понять, мы должны действительно знать Ветхий Завет. Еще один пример, который позволяет нам лучше понять личность Христа. Однажды Христос, обращаясь к иудеям, говорит такую интересную фразу, что когда будет воскресенье мертвых, восстанут жители Неневии, и они вам будут обличением, потому что они поверили проповеди пророка Ионы и покаялись. А вы же слушаете того, кто больше Ионы, и вы не каетесь. Чтобы понять, о чем говорит Христос, нужно обратиться к Ветхому Завету и увидеть это. Еще пример тех текстов Ветхого Завета, которые позволяют нам лучше понять Христа. Иоанн Креститель, показывая своим ученикам на Христа, говорит «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Если так пересказать эту фразу, то она будет звучать так. Вот ягненок, который предназначен для Бога, для жертвоприношения Богу, и на котором грехи мира. Как это понять? Давайте посмотрим. Мы открываем Ветхий Завет и видим, что в Ветхом Завете приносили жертвы. Для чего приносили жертвы? Для того, чтобы очистить людей от грехов. Перед тем, как принести эту жертву, люди возлагали руки на жертву, исповедовали свои грехи, и грехи как бы перекладывались на эту жертву. И жертва закалывалась, и давалось покрытие грехов, но не давалось полного очищения греха. Иоанн Креститель говорит, что вот пришел такой агнец, на которого будут возложены грехи не конкретного человека, не конкретного народа, а всего человечества. И он умрет, и через его смерть придет очищение от грехов. Три примера того, как мы можем глубже понять личность и служение Господа нашего Иисуса Христа. Я привел всего два ответа на вопрос, почему мы должны изучать Ветхий Завет, потому что так делал Христос, и второе, потому что так мы лучше узнаем Христа. Спасибо. С вами был Дмитрий Георгиевич Добыкин на портале exeget.ru Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...